Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем курс лекции по социологии и политологии. И сегодня вашему вниманию я предлагаю лекцию номер 4, которая называется «Социальная структура и социальная стратификация общества». Вашему вниманию план лекции будет состоять из четырех основных вопросов. Первый вопрос – это место социальной группы в структуре общества. Второй – социальный институт. Третье – социальная стратификация. И, наконец, четвертый – это социальная мобильность. Перейдем непосредственно к самой лекции. Итак, первый вопрос – место социальной группы в структуре общества. Итак, для начала давайте выявим, что же с тобой представляет социальная структура. Ну, вообще, если вникнуть в это слово, да, то можно сказать, что структура – это каркас системы. А что такое система? Система, в частности, например, общество, это система, оно состоит из индивидов, личностей, и между которыми существует тесная взаимосвязь. Вот. Для чего нам нужна знать социальную структуру? Для того, чтобы понять, как работает общество, и что может произойти с его различными частями в дальнейшем. Вот. Но изучение общества – это не изучение какой-то техники. Тут нужен особый подход. Остановимся на двух ключевых элементах социальной структуры. Первый элемент – это социальная группа. Второй элемент – это социальный институт. Итак, социальная группа, я вам прям зачитаю термин, это совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других. И социальный институт – это организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. Ну и, безусловно, с этими двумя понятиями связано также такое явление, как социальное неравенство. Социальное неравенство, оно отражает, прежде всего, положение отдельных личностей и целых социальных групп в обществе. Итак, давайте более подробно немного остановимся на социальной группе. Вообще, существует несколько видов социальных общностей. В первом случае термин «группа» обозначает некоторых индивидов физически-пространственно находящихся в определенном месте. Ну, такой яркий пример можно привести, как, например, индивиды, едущие в одном вагоне, например, находящиеся в определенный момент на одной улице или проживающие, например, люди в одном городе. Второй случай можно привести, ну, как соотнести с таким термином, как категория. То есть, это тоже могут быть общности людей с одной или несколькими сходными характеристиками. Вот, это сюда применяют социологи понятие категория. Ну, например, категория пенсионеров, да, понятно, это люди, неважно, мужчины, женщины, вот такого-то возраста, да, которые находятся на пенсии и государства им платят. Вот категория пенсионеров. Или, например, категория дети, или категория студенты. Ну, и третья социальная группа, это само общество, да, это самая большая социальная группа. Вот, ну, дело в том, что численность групп на Земле превышает численность индивидов в полтора-два раза. Почему так? Потому что один человек, один и тот же человек, он может относиться к различным группам, понимаете? Вот, таким образом, социальная группа, это совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других. Вот, теперь давайте выявим виды социальных групп, да, виды социальных групп. Ну, они бывают нескольких видов, ну, первое, так сказать, деление, да, это по характеру взаимодействий. Это, здесь, с этой точки зрения, бывают первичные и вторичные группы, да. Ну, первичные группы, понятно, это вот ближайшее окружение, семья, группа близких друзей, бригада рабочих, вот. Вот это имеется в виду. А вторичная, она и образуется из людей, между которыми почти отсутствуют эмоциональные связи. Их взаимодействие обусловлено стремлением к достижению общих целей. Вот. Ну, сюда что мы можем отнести? Организация, какой-нибудь спортивный клуб, производственный цех и так далее. Это вторичная группа. Следующее деление социальных групп, это иногруппа и аутгруппа. Значит, что такое иногруппа? Иногруппа, это может быть моя семья, примеры я привожу, моя профессиональная группа, моя компания и так далее. Такие группы считаются иногруппами, почему? То есть, теми, которым он, то есть, имеется в виду человек, чувствует свою принадлежность к этой группе, да. И он расценивает это все как мы. Вот это ингруппа. Ингруппа, не иногруппа, ингруппа. И аутгруппа. Это когда человек себя не ассоциирует с ними, и он подбирает такие символические значения, как не мы, другие. Вот это аутгруппа. Это второе деление видов социальных групп. Третье деление, это по размерам. Тут бывают малые группы, большие группы. Ну, малые группы, это от трех до пяти человек. Это имеется в виду группа, в которой общественные отношения выступают в форме непосредственных личных контактов. Ну, какая-то маленькая группа друзей, например, да. Такие близкие друзья, вот маленькая группа. Вот. Большая группа, это уже группа более пяти человек, да. Вот. Ну, к большим группам что тут относятся? Такие общности с точки зрения стратификации, да. Это, например, касты, сословия, классы. С точки зрения, с этнической точки зрения, да, это, например, расы, народности, племена, нации. С территориальной точки зрения, это выходцы из одной местности, горожане или селяне, да. Демографически, это может быть молодежь, женщины, дети. И профессионально, это шахтеры, учителя, врачи и так далее. Вот. Следующее, четвертое деление, социальный групп, они бывают статистические и реальные. Статистические. Ну, социологи к статистическим относят группы, которых можно выделить по некой поддающейся измерению характеристики, да. Ну, например, это могут быть горожане. Кто такие горожане? Это люди, живущие в поселениях и формально зарегистрированных как города. Ну, эти поселения как города, да. А реальная группа, она обладает, как правило, набором характеристик, за которыми скрывается имманентная данному субъекту сущность, да. Ну, это имеется в виду, что горожане считаются уже непосредственно людьми, живущие в городе, ведущие городской образ жизни, с высокопрофессиональной социальной мобильностью обладающей, да, высокой плотностью человеческих контактов и так далее. Вот это вот реальные и статистические группы. Далее, пятая – это референтная группа. Ну, многие уже слышали, возможно, об этом термины. Референтная группа – это реальная или условная социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и самооценке. Ну, например, вот мальчик, да, который играет на гитаре, занимается спортом, например, да, он вообще ориентирует свой образ жизни, например, на поведение рок-звезды или какого-нибудь там спортивного кумира и так далее. Вот это имеется в виду референтная группа. Так, далее. Ну, и последний вид социальной группы – это квази-группы. Значит, квази-группы – это спонтанные, неустойчивые группы, которые появляются непреднамеренно, случайно. В них отсутствуют устойчивые ожидания, а взаимодействия, как правило, бывают односторонними, да? Вот. Ну, какой мы можем пример привести квази-группы? Ну, например, аудитория, толпа и так далее. То есть, у них нет таких устойчивых связей. Вот. Это мы завершили первый вопрос. Теперь мы переходим ко второму вопросу, да, который называется «социальный институт». Вообще, термин «социальный институт» – он произошел от латинского термина «institutum», что означает «установление устройства». Но, как вы знаете, например, животное приспосабливается в окружающей среде, например, благодаря своим инстинктам, да? У человека, например, не настолько развитые эти инстинкты, поэтому ему нужны такие вот определенные, так сказать, мощные инструменты, да? Вот. Созданные культурой. И благодаря которым он налаживает свою жизнь. Вот такими инструментами стали у нас социальные институты. Ну, общепринято. Вообще, выделяют пять социальных институтов. Первый институт – это первый институт семьи и брака, да, который удовлетворяет потребность в воспроизводстве рода, да? Следующий – удовлетворяет потребность в безопасности и в социальном порядке – это у нас политические институты и государства. Третий – удовлетворяется потребность в добывании средств существования – это, само собой, экономические институты, связанные с ним, производства чего-либо. Далее – это потребность в передаче знаний, социализации подрастающего поколения. Ну, это понятно. Это институт образования, который включает же в себя и науку, и культуру. И, наконец, пятое – это потребность в решении духовных проблем и смысла жизни. Это, конечно же, институт религии. Ну, и так как в человеческом обществе, в истории институты, они постоянно, ну, поначалу, конечно же, зарождались, потом трансформировались, у людей стали появляться определенные запреты, да? Ну, например, одним из первых запретов – это был запрет кровосмешения, то есть нельзя было вступать в половую близость с родными, да? Потому что люди в дальнейшем увидели, что это приводит к тому, что, ну, биологически слабые дети, да? Вот. Ну, со временем, например, был еще институт дуэли, который чуть позже тоже запретили и так далее. Вот. Поэтому вот институты, социальные институты, они играют очень важную роль в жизни общества. Именно благодаря им общество развивается. Ну, и, конечно же, функции социальных институтов – это, конечно же, первая функция закрепления и воспроизводства общественных связей. Вторая – это регулятивная функция, то есть регулирует, да, взаимоотношения между людьми, социальные институты. Даже далее – это интегрирующая функция, она сплачивает, да, социальный институт, он сплачивает население. Транслирующая функция, то есть социальный институт, он передает социальный опыт людям. Коммуникативная. То есть та информация, которая воспроизводится в институте, она далее транслируется внутри этого института и за его пределами, да, и с целью того, чтобы люди соблюдали определенные нормы. Вот. Переходим к третьему вопросу – это социальная стратификация. Ну, социальная стратификация – это вообще термин произошел из геологии, он означал слои, да. Вот. Ну, когда мы говорим о социальной стратификации, имеется в виду в обществе, да, тут имеется в виду иерархически организованная структура общества. Ну, с понятием социальной стратификации связано такое явление, как социальный статус. Это определенная позиция человека в социальной структуре, вот. Ну, социальные статусы, они бывают нескольких видов. Это прирожденный, например, и достигаемый, да. Прирожденный, который человеку отдается от рождения, например, пол, национальность там. А предписываемый – это приписываемый прирожденный, да, и достигаемый. Достигаемый – это в ходе жизни, да, он там получает образование, становится начальником или там депутатом, вот. Далее, ну, если вот посмотреть, ну, существует несколько типов социальных стратификаций, да. Ну, например, это с точки зрения рабовладения, ну, рабовладельческая, да, стратификация, я уже на предыдущих лекциях говорил, рабовладельцы, сословная, да. Тут могут быть сословия, вот, классовая, вот. Вот, ну, в целом, конечно же, в современных обществах тоже своя, тоже особая стратификация, вот. Далее, наконец, четвертый вопрос – это социальная мобильность. Ну, социальная мобильность – это процесс, в ходе которого человек может менять свой статус, да. Да, данный термин был введен известным русским социологом Сорокиным в 27-м году. Ну, и каких видов бывает мобильность – это, например, вертикальная, горизонтальная, да. Вертикальная – это когда человек в ходе какой-то своей карьерной лестницы свой статус повышает или понижает. А горизонтальная, например, человек, ну, это по одной плоскости, человек был директором завода, его перевели в другой город, тоже директором завода. Вот это, например, горизонтальная, да. Ну, есть такое понятие географическая мобильность, да. Человек переезжает в другое место также при сохранении своего статуса. Также есть межпоколенная мобильность, да. Это когда дети достигают высокой социальной позиции, чем их родители, да. Например, токарь может стать инженером. Групповая мобильность, индивидуальная мобильность – это когда человек непосредственно, ну, процесс мобильности у него, да, чисто для него, независимо от других происходит. Групповая, например, мобильность – это когда в ходе какой-то революции, какой-то социальный класс, он повышает свой статус и так далее. Вот. Таким образом, лекция номер 4 «Социальная структура и стратификация» подходит к завершению. Вот. Те вопросы, которые я вам осветил, они являются очень важными. Вот. Ну и вопросы для закрепления лекций. Первый вопрос – что собой представляет социальная структура общества и из каких элементов она состоит? Второе – что такое социальная стратификация общества и какие вы типы стратификации знаете? Третье – что собой представляет явление социальной мобильности и каковы ее виды? Четвертое – что такое теория классов? И, наконец, пятое – как вы считаете, в чем состоят особенности процесса становления среднего класса в Казахстане? Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...